Лизинг Ладуар 12,95% Райфайзон Лизинг Здравствуйте, Аура Здравствуйте Расскажите мне, пожалуйста, как давно вы за рулем? Как давно? Ну, я так почитала, шестой год пошел То есть, наверное, это ваш автомобиль не первый? Нет, это не первый, тем более, что год производства 2008-й То есть, это очень, совсем новый автомобиль И по счету он у меня третий А до этого какие у вас были типы легковые или тоже джек? Да, первая машина была легковой Машиной это был Volkswagen Golf 3 Мне привезли его в то время, в 2003 году, из Германии Ну, как было принято, удобнее было пригонять оттуда машину И это был мой первый автомобиль двухдверный, такой спортивного стиля Я, кстати, когда его продавала, я очень скучала по нему Почему поменяли? А почему поменяли? Потому что я купила новый автомобиль Абсолютно новенький, в лизинг Это был Hyundai Tucson И себя он тоже вел очень хорошо, отлично Через три года я с ним рассталась, потому что гарантия закончилась И на семейном совете мы решили купить другой автомобиль Такой более объемный, да, семейный автомобиль Toyota Land Cruiser я знаю очень надежный автомобиль Который зарекомендовал себя как настоящий внедорожник, проходимый То есть, в принципе, вы выбрали его по таким мощным характеристикам? Если честно признаться, то характеристики этого автомобиля я практически не знала, как и других Я не такой знаток в автомобилях, естественно, здесь мне помог мой муж И, естественно, рекомендации дали в салоне, в котором я покупала этот автомобиль И я очень рада, что мы выбрали именно его Потому что машина, на самом деле, очень хорошая Она себя выла отлично и летом, и зимой То есть, вот о тех проблемах, о которых ты говорила в начале Хочу спросить у вас, да Практически у меня этих проблем нет Тут, тут, фу, дерево много Практически не можете почувствовать разницы между зимней и летней ездой? Абсолютно нет Я поменяла колеса, да, на зимние И все то же самое Мы уже успели побывать этой зимой в горах, да И успели проехать и по таким труднодоступным местам, да Успели попасть в такой снегопад серьезный Еще не в очень хорошую убранную дорогу И он себя повел очень хорошо, отлично То есть, проблем вообще никаких не возникло Скажите, пожалуйста, а случались ли у вас зимой Какие-нибудь дорожно-транспортные происшествия Или мелкие инциденты, связанные именно с голоредом, с снегом? Да нет, не припоминаю, если честно Ни с первой, ни с второй, ни с третьей Дорожно-транспортные происшествия со мной случались Несерьезные, слава богу Несерьезные, да Но вот такого плана, связанный с зимней дорогой То есть у вас нет негативного опыта от, скажем, вождения зимой? Нету, нету Потому что все, что случилось, это было и такие какие-то просто дурацкие вообще Мелкие неприятности Неприятности, да Вот, которые до сих пор я сама себе не могу объяснить, как я у них попала А есть какие-нибудь, не знаю, там негативные нюансы, которые бы вы еще усовершенствовали в этом автомобиле? В этом автомобиле? Ну, конечно, знаете, вот женщине всегда надо больше зеркал, например Женщине нужно больше зеркал Не знаю, место там для мобильного телефона или косметичка, или сумочка, или что-нибудь, какие-нибудь гарнитура какая-нибудь дополнительная Знаешь, у нас сначала вообще очень хорошо, много места всего Но так как за рулем женщина, то места всегда мало Мне всегда не хватает чего-то куда-то положить Понимаешь, вот так И если даже сейчас посмотреть, то у меня вот так все, все вот так запихано А можно заглянуть к вам в салон, допустим? Посмотреть, как там обитают ваши вещи А могу я признаться, что перед вашей передачей я умрала в салоне? Так что, можно мы заглянем к вам в салон? Мона Вот я предупреждала, что чисто, да? Да, слишком даже Ну вот потому, что я готовилась Если бы это было вчера, эту машину было бы не узнать Она бы не была бы своего бордового цвета А так как мы только позавчера приехали с поездки, да То, например, по тем же дорогам мы были, отдыхали в Румынии, в Пен-Аброшов Дороги там посыпаны солью, я не знаю, каким-то средством Что вся машина практически была белая, серо-белая, вот такая Вот, я вчера успела ее помыть вечером И что мне тебе показать? Вот здесь у меня всегда личики по одному Это на случай светофора Всегда кто-то подойдет, попросит Я себя ужасно, неудивно чувствую, когда попрошайничают И мне страшно, мне это не нравится Но в то же время я не могу отказать Не могу отказать, да Вот, что? А, допустим, как у любой женщины, игрушки там рассвешенные Нет, это я не люблю Это я не люблю Вообще, мне очень смешно видеть дам Таких расфуфыренных, в каблучках, с прической, там, не знаю, со всеми прибамбасами И за рулем джипа Это так смешно, потому что это все-таки внедорожник Это практически такая машина, ну, рабочая, что ли, да Лошадка Да, да, лошадка такая, да Когда эта машина такая куколка, да, тогда это и подходит, это и нормально А когда вот смотришь, какую-то наряженную елку видишь, и за рулем Хотя в такой ситуации была я несколько раз Это было очень смешно, видите, реакцию водителей Вот буквально перед новогодними праздниками, перед Новым годом У меня были съемки, у меня были съемки детского ревелиона На одном из телевизий, кажется, Молдова-1 Снимала детский ревелион Я была доброй феей И перед этим я была в салоне, сделала себе прическу С такими кудрями большими, блестючими, такими золотистыми Такой огромный, красивый, яркий макияж с камешками, с ресницами И вот такая кукла Барби за рулем едет на телевидение Надо было реакцию водителей видеть, когда вот они едут на светофоре Ну и естественно, на светофоре, хочешь не хочешь, там Смотришь налево, смотришь направо Вот такая реакция, что это было В городе узнают, просто как красивую женщину пропускают мужчины, допустим, на светофоре Ну и честно сказать, раньше больше пропускали, потому что красивых женщин за рулем раньше было меньше А сейчас каждая вторая красивая за рулем, понимаешь И красивая, некрасивая, неважно Просто сейчас все очень торопятся И проблема, я даже этих мужчин понимаю Проблема в том, что очень большие пробки в городе Очень большие, огромные пробки в городе И потому им просто Иногда не хватает времени Да, не до галантности Потому что я такой же бываю иногда Вот просто вот кто-то просит выехать вперед А я уже смотрю, что я опаздываю Я говорю, сори, и еду Думаю, ничего, кто-то другой, может быть, не так опаздывает, как я Может быть, и вот с этим связано Конечно, как бы культура за рулем, она не мешает никогда И должна быть Ну, вот даже я иногда не веду себя не очень прилично У меня есть предложение Аура, скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали нашим автолюбителям, садбилистам В связи с новогодними праздниками, рождеством? В связи с новогодними праздниками? Конечно, зеленого света Поменьше приключений на дорогах Потому что зимой это немножко не в тему Если летом приключения даже не помешают Есть где остановиться, есть где даже, не знаю, поспать, отдохнуть То зимой это не желательно, зимой лучше все-таки добираться как можно быстрее домой И, конечно же, бы хотела пожелать всем автолюбителям, всем водителям Как можно лучших дорог Именно в нашей стране Это я очень хорошо чувствую И меньше пробок Я не знаю, ну, чтобы более такие широкие улицы у нас наконец-то бы делали Не знаю, что-то надо придумать Потому что машин с годом в год становится все больше и больше А вряд ли кто-то, кто сел за руль, когда тоже захочет пойти пешком Это правда Будем надеяться, что с Новым годом Исполнится все наши новогодние желания И это когда-нибудь сбудется Да И надеемся в ближайшем будущем Да, вот я дуновением палочки, которой у меня нет Или вот такими перчатками Так как я была доброй феей Я все осталась Хотя бы на период праздников Вот да будет так Да будет так, сказала Аура С вами была программа Топ Аута И я ее ведущая Долова Ирина Будьте внимательны за рулем Райфайзен Лизинг Грею обычно вот здесь руки От мотора нагреваются Сейчас, как обычно, посмотрю шпаргалку С чего мы начинаем?